Ас-салам алейкум, ардахты агайен. Между проспектом Рыскулова и проспектом Раимбека в городе Алматы расположена небольшая улица, которая носит имя Кудерина. Однако мало кто знает оказывается о том, кто же такой Кудерин. Если одни называют Кудерина татарским писателем, то другие называют Кудерина русским поэтом. И именно потому я решил выпустить сегодняшнее видео и рассказать о том, кто же такой Кудерин и что он сделал для казахского народа. Итак, начнем. Жумахан Маусумбаевич Кудерин родился в 1893 году в Аягузе в одной из самых уважаемых казахских семей в ЖТСУ. По происхождению Кудерин относился к роду найман среднего жуза. Дед Жумахана Кудериби был одним из самых уважаемых и влиятельных людей в ЖТСУ. Получив начальное образование у аульного мулы, Жумахан Кудерин позже продолжил образование сначала в Сергеопольской школе, затем в знаменитой школе Мамания, а потом был устроен в легендарное медресе Галья и Коксуйскую сельскохозяйственную школу. Получив специальность агротехника и ветеринарного техника, Жумахан Кудерин с 1917 года начинает работать в Талдыкургане и Лепсе. Когда рухнула царская власть и на территории Казахстана власть перешла к партии Алаш, Жумахан Кудерин становится одним из самых активных членов партии Алаш, выполняя ответственные поручения Алаш Орды. Так, например, именно на Жумахана Кудерина правительство Алашской республики возложило задачу по организации бесплатной продовольственной помощи нуждающимся казахским аулам. В 1918 году по предложению Мухаммеджана Танышпаева Кудерин назначается комиссаром Лепсинского уезда и начинает работу по возвращению казахам отобранных у них земель. В январе 1919 года Кудерин вместе с Танышпаевым участвует от имени Алаш Орды на встрече с атаманом Анненковым и договаривается о поставках оружия в Алашскую армию. После переговоров между партией Алаш и Коммунистической партией Жумахан Кудерин с 1918 года начинает работать в земельных органах Советского Казахстана. В 1920 году в знак протеста против необоснованных репрессий советской власти по отношению к участникам черкасской обороны Кудерин публично выходит из Коммунистической партии. Этот факт говорит о том, что Кудерин на первое место ставил патриотизм и справедливость. Но уволить Жумахана Кудерина, который был одним из самых образованных казахов своего времени, советская власть так и не решилась. Поэтому уже в том же 1920 году Кудерин включается в состав комиссии по возвращению казахов из Китая. И вскоре при активном участии Кудерина 6000 казахских семей вернулись на родину. В 1921-1922 годах Кудерин входит в состав комиссии по размежеванию территорий Средней Азии и Казахстана, а также в земельно-водной реформе. Одновременно Жумахан Кудерин продолжает заниматься научной деятельностью, написав в 1919 году Альпе, а в 1921 году выходит его работа «Лечение чумы и сыкульским корнем». В 1924 году Кудерин поступает на сельскохозяйственный факультет Среднеазиатского университета в Ташкенте и привлекается к трем научно-исследовательским экспедициям по изучению природных ресурсов Туркестана. Результатом этого участия стали книги «Виды змей в Средней Азии» и школьный учебник «Усен Дактану». Следует подчеркнуть, что всего за свои 44 года Жумахан Кудерин в общем написал 44 книги. В 1928 году Жумахана Кудерина назначают народным комиссаром земледелия Казахской АССР и уже в 1930 году Кудерин выводит одномодную коноплю для получения волокна и масла. Однако больше ничего Кудерин для сельского хозяйства сделать не успел, так как 1 сентября 1930 года прямо на агростанции под Ташкентом он был арестован по обвинению в казахском национализме. Арест Кудерина в первую очередь был связан его тесными связями с такими алашскими деятелями, как Мухаммеджан Танышпаев и Ахмед Байтурсынов. Следует также вспомнить, что за полгода до ареста Жумахана Кудерина, а именно в феврале 1930 года, в сопротивлении политики коллективизации были обвинены отец и родные братья Жумахана. Отец Жумахана, 55-летний Маус Мбай, был объявлен враждебным элементом и осужден на 5 лет лагерей как враг народа. Братья Жумахана, Женюс и Толюбек, бежали в Китай на территорию Синьзяна. Сразу же после ареста Жумахан Кудерин был этапирован на следствие в Алматы, где его посадили в одиночную камеру. Еще через некоторое время дело Кудерина было отправлено в Москву на Лубянку. Всего Жумахан Кудерин просидел в тюрьме Алматинского НКВД 2 года. Конечно, мы сегодня только можем догадываться о том, через какие мучения и пытки прошел Жумахан Кудерин. Однако самое главное заключается в том, что несмотря ни на что Кудерин своей вины не признал, от родственников не отказался и ни на кого никаких доносов не написал. В итоге 20 апреля 1932 года так ни в чем не признавшийся Кудерин был осужден на 5 лет ссылки в Центрально-Черноземную область. Первоначально Кудерин жил в Львове, где работал агрономом. Вскоре он и тут был обвинен во вредительстве, но доказал свою невиновность. Однако после этого в городе Львов он уже не мог устроиться на работу даже в качестве простого пастуха. От голода и тоски по родине в итоге Кудерин тяжело заболел и был перевезен в больницу города Воронеж. Болезнь Кудерина была до того серьезной, что ему даже сократили год ссылки, надеясь, что он не выживет. Однако Жумахан Кудерин выжил и когда в 1935 году срок ссылки истек, он вернулся в Алматы и устраивается на работу старшим научным сотрудником Казахского института животноводства. Однако прекрасному ученому, биологу, ботанику, филологу и историку Кудерину не дали работать и на родине. В 1936 году Жумахан Кудерин был уволен из научного института как осужденный враг народа. После этого он устраивается на работу простым инспектором Треста Каучуконос. Но даже в этих условиях отсутствия быта полуголодный, постоянно привлекаемый к допросам Кудерин находил время и силы для занятия наукой. Так, например, за два года, в 1936-1937 годах, Жумахан Кудерин успел создать сравнительный словарь латинских, русских, казахских терминов растений, родословную казахских родов, сахарную свеклу, болезни сельскохозяйственных растений и борьба с их вредителями, а также труд сельскохозяйственные машины. 21 мая 1937 года Жумахана Кудерина снова арестовали, но теперь уже как руководителя антисоветской националистической организации. Следствие вел оперу полномоченной НКВД Алматинской области Якупов, которого в народе прозвали «Ангел смерти», так как все дела, которые он вел, заканчивались смертным приговором. 7 марта 1938 года Жумахан Кудерин был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в тот же день. Так закончилась светлая жизнь этого блестящего ученого и прекрасного человека. И, конечно же, арест и затем расстрел Жумахана Кудерина привели к репрессиям в отношении его семьи. Жена Кудерина Татьяна Георгиевна Насонова, которая была учительницей, была уволена с работы и практически до 1958 года так и не смогла устроиться на работу. В итоге жена Кудерина была вынуждена добровольно отдать своего единственного сына Срыма, которому не было и года, в детдом, так как там можно было прожить на государственном обеспечении. Впоследствии, окончив школу, Срым Кудерин поступил в 1958 году на филологический факультет Казахского государственного университета. Еще в студенческие годы Срым увлекся альпинизмом и стал в 1962 году первым казахом, завоевавшим титул чемпиона Советского Союза по альпинизму. Погиб единственный сын Кудерина Срым 14 июля 1963 года при восхождении на Чатын. Было ему тогда всего лишь 27 лет. Единственная дочь Жумахана Кудерина, Лариса, родилась уже после ареста отца и его расстрела, но и на ее долю выпало также немало трагедий. Причем сам Жумахан Кудерин так и ушел из жизни, не зная о том, что у него родилась дочь. Именно поэтому супруга Жумахана была вынуждена назвать дочь русским именем Лариса, так как никакой связи с арестованным мужем у нее не было, а все родственники отказались с ней общаться. Сначала Лариса Кудерина вместе с матерью находилась в ссылке в поселке Ильич Жамбылской области. И так же как ее брат Лариса Кудерина смогла поступить в Казахский государственный университет только в 1958 году после реабилитации отца. Когда же в 1960 году Лариса Кудерина защитила докторскую диссертацию, ей было отказано в присвоении должности научного сотрудника Института геологии Казахской ССР. Основной причиной являлся тот факт, что Лариса Кудерина была дочерью репрессированного врага народа. И это было сделано в тот период, когда Кудерин был уже реабилитирован, а президентом Академии наук был Ханыш Садпаев, который прекрасно знал Жумахана Кудерина. Впоследствии, так и не найдя достойной работы, блестящий ученый геолог Лариса Кудерина была вынуждена уехать из Казахстана и поселиться недалеко от Москвы. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а Жумахан Кудерин, я считаю, достоин того, чтобы присвоить его имя большой улице в одном из крупных городов Казахстана. Кудерин заслужил это своей недолгой, но очень яркой жизнью, главной целью которой было служение родному казахскому народу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!